Ребята дорогие, всем привет! С вами конного Аня и сегодня вот-вот такой вот огромный-огромный заказ. Вот, ну тут конечно новиночек нет, зато все клевое и классное. Давайте же с вами смотреть. Ну, во-первых, наш шикарнейший блокнотик Фаберлик. Он приходит в такой вот упаковочке. Значит, он называется Ежедневник Фаберлик 2020, артикул 78354. После того, как я его распечатала, сразу он такой, знаете, прорезиненный, классный, суперский. Хочется его трогать, щупать. Он мягкий. В прошлый раз, да, помните, наш черный, он был твердый. В этот раз нет, он мягкий. Я думаю, что это даже намного удобнее. Далее, первая страничка тут идут личные данные, телефоны наши, да. Ну и, конечно, по традиции, принципы объединенной компании Фаберлик. Любить свою родину, культуру и язык, достигать финансового благополучия, продвигать уникальные товары и услуги, брать ответственность за свое здоровье и здоровье своей семьи, развивать себя, людей и мир. Шикарно, да. Давайте поедем с вами дальше. Так, ну и смотрите, следующая страничка. У нас идет календарик 2020, очень подробный, хорошенький, да. Сейчас у нас с вами уже близится дело к апрелю, да, можно так сказать, середина марта. И смотрите, какой интересный календарь, да. То есть первый, второй, третий, да, четвертый период сейчас у нас с вами идет. Он длится до 15-го, 16-го уже новый каталог начинается, да. То есть, хоп, если посмотреть, да, с 16-го, 0-3-го, с 16-го, 0-3-го. То есть очень удобно тут смотреть по этому календарю, какие каталоги, когда заканчиваются и сколько они идут, да, по времени, да. Вот у нас был двухнедельный период, он у нас с вами благополучно уже закончился. Вот такой вот удобный очень календарь. Далее это каталоги. Какие каталоги? Тут вы можете все что угодно писать, например, свою зарплату, какие-то планы, еще что-то. И главное, ключевые цели на 2020 год. Далее календарь на 2021 год. У нас с вами вот такой вот идет и ключевые цели на 2021 год. Например, стать генеральным партнером, да. Тут у нас с вами очень удобно и много, да. То есть видите, очень много таких вот, не знаю даже сколько, так, тут уже обычные пошли странички. Вот, да, то есть реально, да, такая толстенькая пачечка. Это все вы планируете. Мне кажется, наверное, 12 месяцев или как, нет, не знаю, не буду пересчитывать. Значит, ключевые показатели всего консультантов, новые консультанты, да, то есть очень-очень удобно их тут проводить. Планирование действий для достижения результата. Это, к примеру, первый день каталога. А, наверное, 18 каталогов. Вот шикарно, да, сделали. Да, то есть в понедельник, к примеру, я должна провести такую-то планерку, во вторник выложить такой-то пост, в среду снять такое-то видео, да, то есть в четверг опять-таки можно провести планерку по итогам, по понедельнику. То есть в пятницу, субботу можно сделать выходные или какое-нибудь, там, не знаю, выездное мероприятие для тех, кто там, ну, не знаю, фотосессию организовать, в ресторан сходить, да, какие-то тренинги наземные сделать, да, то есть вот таким вот образом можно работать и зарабатывать. И вот день периода, первый день периода, да, что мы делаем, да, то есть количество звонков, список знакомых, если он у вас есть и так далее, да, то есть и вот это все у нас с вами продолжается очень большой период времени, да, то есть вот они, даже больше 18-ти, я бы, наверное, сказала. И далее идет просто для записей, да, дата какая, дата что к чему, то есть в основном, да, весь дневник, он вот именно что в датах, в датах, в датах, и в конце, и в конце просто вот тоже, да, последняя страничка. Он мне такой нравится, ежедневник, и я, конечно, такой ежедневник буду тарить, может быть, новичкам, может быть, их разыгрывать со своей подписью и так далее, я еще не знаю, но я беру этот ежедневник с огромной скидкой, потому что я серебряный вип-консультант, и мне положено еще два бизнес-аксессуара, они у меня накапливаются, я их забираю именно вот этими ежедневниками, их у меня уже много, я их буду дарить. Далее, смотрим с вами, что же я заказала далее. Вот эти парфюмерные водички у меня закончились. Последнее, что закончилось, это валькирия и вот это вот голд. Валькирию я сама себе израсходовала, да, но, видите, вот совсем чуть-чуть осталось, такой энергетический классный северный аромат, приятный, чем-то мне напоминает портужур, но портужур нет вот каких-то таких мелких, еле ощутимых долечек свежинки, сластинки, да, сластинки. Портужур, конечно, сластинки это и нет, поэтому валькирия и портужур, да, такие водички, которые мне обе очень-очень понравились. Я люблю такие ароматы очень. Значит, смотрим с вами, что я заказала. Бьюти-кафе Каприз, любимая парфюмерная водичка моей свекрови, она у нее закончилась, и она ко мне подошла и говорит, Аня, у меня бьюти-кафе Каприз закончился, посоветуй мне какую-нибудь воду. Я говорю, мам, открывай шкаф, у меня там много тестеров, продукции, и вот она выбрала себе эту воду и говорит, безумно вкусная, безумно классная, я не могу, мне она так нравится, это просто восторг, мне очень понравилось. Я говорю, мам, бери, я закажу новую версию. Вот я заказала Валентин Юдашкин Голд новую версию. Итак, для меня бьюти-кафе Каприз это слишком сладкий, слишком такой аромат, не пудровый, но такая, знаете, сладость сладкая. Верхние ноты у нее идут мандарин, персиковый нектар и дикие ягоды, ноты сердца, горденья и жасмин, и шлейф у нас идет сандал, ваниль, амбра и мускус. Вот, это такая, знаете, теплая, обволакивающая вода, сладкая, она такая томная, она действительно романтичная, женская, и направление аромата идет как гурманский фруктово-цветочный. То есть это абсолютно, абсолютно не мой аромат. Так, создана она парфюмером Пьером Гера. Вот, и вы знаете, я не люблю эту воду, потому что она, нет, она мне приятна, да, то есть, знаете, бывают такие ароматы, ну фу, да, кошмар. Нет, эта водичка мне приятна, но она не моя, она слишком такая нежная, сладкая, вызывающая, может где-то даже в каких-то моментах искристая, то есть вот вся моя свекровь, да, то есть у нее вот даже такой характер, да, добрый, мягкий, сладкий, покладистый, да. Вот, очень меня удивило то, что ей понравилась эта Валентин Юдашкин Голд, потому что она очень индивидуальна, она любителя. Направление аромата идет цветочный, древесный, пудровый аромат, она такая резко, сладкая, не свежая, нисколько, ну такая, знаете, такая вот, прям для взрослых, наверное, женщин, скорее всего, да, эта водичка идет. Вот, значит, вот она действительно претензионная такая, знаете, вот, и тут идет, как бы, верхняя нота итальянский апельсин, листья фиалки, ноты сердца фиалка, гиацинт, гелиотроп и жасмин, и шлейф идет палисандр, сандал, ветивер, мускус. Что могу я сказать лично про эту воду? Стоимость ее 1481 рубль в этом каталоге. Не моя вода, но она мне тоже приятна, не могу ничего сказать против нее, она мне действительно приятна, но я как-то, вот, знаете, ее приобрела, девчонкам даю понюхать, и не было ни одной девчонки, которая бы сказала, как вкусно, как классно, я не могу, да, и мне хочу такую воду, да. Вот на этот аромат не было ни одного такого человека, вот, и как раз ее послушала, да, этот аромат моя мама, свекровушка, да, и она говорит, боже мой, это просто невероятно вкусно. И вы знаете, когда она ее нанесла на себя, и приехала ко мне, по-моему, через неделю, я ее встречаю, обняла, все, знаете, как обычно, говорю, мам, чего у тебя-то вкусно пахнет, и парфюм поменял, она говорит, а, нет, это Валентин Юдашкин гол. То есть он на ней так невероятно раскрылся, что я просто на эту воду взглянула по-новому и по-другому. Ну, а ее я себе заказала, потому что, как вы понимаете, озел воды у меня-то нет. Она у меня долго, больше года стояла в тестерах, девчонки ее приходили, пробовали, да, носили на себе, примерялись к этому аромату, но как-то никто не решился, потому что аромат действительно сильный, он реально сильный, ребят. Вот, не тяжелый, но сильный очень аромат. Для девчонок таких вот, да, а-ля тополя, ну, он не подойдет. То есть этот аромат мне, может быть, не подходит тем, что он действительно слишком сильный, а я более легкая, воздушная, более такая хохотушка и так далее, да. У меня пока нет такого вот настроения носить такие вот сильные ароматы, вдумчивые, умные, да, можно так сказать. Вот, далее, это, конечно же, платье, но это моя любовь. Сейчас по моей цене она стоит 740 рублей. Значит, что у нее есть? Значит, она, во-первых, создана специально для Фаберли, всемирно известным французским парфюмером Тома Фонтеном. Самое интересное, что она создана вместе с Ренатой Литвиновой, что тоже очень приятно. Вот, и далее, значит, направление аромата. У нее идет цветочно-древесный, пудровый. Ну, вы понимаете, да, все, что цветочно-древесный. Я тут, я рядом, я сразу же, да, вот, я сразу же рядышком. Конечно же, этот аромат для меня не только элегантный, но он еще и такой, знаете, он действительно чарующий, аристократичный, проникновенный такой, да, то есть вот что-то такое в нем есть, действительно очень приятное. Значит, начальные ноты идет бергамот и рис, ну, везде, где есть бергамот, это практически все воды я люблю. Ноты сердца, роза, дикий персик, флер д'оранж. И шлейф это кедр, дубовый мох и белый мускус. В общем-то, такая симпатичная, искристая, легкая, но весьма стойкая водичка, которая, это парфюмерная, да, водичка, которая действительно мне запала в душу, и я время от времени ей пользуюсь, и ее очень люблю, и люблю, как она на мне раскрывается. И она нравится еще и очень моему мужу. Мой муж всегда говорит, Ань, очень приятный аромат, мне он очень нравится. Вот, далее, By Valentin Udashkin Rose, это парфюмерная вода. Кстати, она идет 65 миллилитров, и вот это 65 миллилитров, а это, по-моему, 50, если я не ошибаюсь. А нет, это тоже 60 миллилитров. Так, ну-ка, а это? Ну, это 50, 100%, да, это 50 идет. Вот, в общем-то, такие воды, можно сказать, фавориты семьи Кононовых, да. Какая-то вода, ну, вот эту воду, вы знаете, сколько бы я ее в тестере не заказывала, мне ее все время забирают. Она все время всем нравится, потому что это легкий, но одновременно сложный аромат. Очень интересная водичка. Мне кажется, что эта водичка, она может быть и сложная, но она понравится практически всем, даже если как-то она по-другому раскроется на вашем теле, не так, как, да, например, на мне, на моих подругах, которые у меня ее скупают с превеликой радостью, с огромной радостью, да. Мне кажется, вам даже дома аромат этот очень понравится. Значит, она создана девушкой, известным французским парфюмером Дерфином Лёбос, эксклюзивно для компании Фаберлик. Называется она Фаберлик by Valentin' Юдашкин Роуз. Значит, она делает аромат и тонким, да, и в то же время и ноты тут есть аквафтические, и есть и мускусный шлейф, в общем, такое, знаете, и романтика, и вот это вот аквафтические ноты. Это очень интересно все вместе звучит, мне очень понравилось. Значит, смотрите, значит, верхние ноты, аквафтические ноты и кувшинка. Потом идет Ланда, Шпион, Цикламин и Груша, ноты сердца. И шлейф просто мускус. Вот такая вот водичка, она более легкая, менее тяжелая, но такая же, знаете, вот чувствуется, что это не дешевый аромат, да, то, что это дорогой аромат какой-то. Далее, конечно же, Валькирия. Так, 50 миллилитров, артикул 30-58. Эта водичка сейчас даже на мне, я ее даже сейчас ношу, она вот именно что такая же вот, как я, да, легкая, что-то такое вот, да, не могу сказать, что она суперлегкая, да, то есть не есть нотки тяжелая, но все равно она классная. Это половинка парного аромата, то есть у нас есть с вами Викинг, есть Валькирия, когда их вместе ставишь, да, вот эта вот штука, она продолжается очень красиво, да. Вот, значит, этот аромат создан эксклюзивно для Фаберлик, мировым парфюмером, парфюмером Оливье Креспом. Значит, она вот реально и благородная, и мудрая, да, то есть такая водичка, она классная. Прохладный цветочно-цитрусовый аромат, действительно, так оно и есть, очень приятный. И он еще идет такой вот, действительно, вот, я сейчас смотрю нотацию на сайте, действительно он хрустальный, он мерцающий, вот, он такой, знаете, неприступный, да, вот что-то такое вот есть. Поэтому, значит, у него начальная нота, это лимон, бергамот, апельсин, торопка, ноты сердца, эдельвейс, гиацинт, заснеженные лепестки розы, княженника, зеленое яблоко, и базовые ноты идут мускус, кедр, и основные ноты, да, то есть тут прям 4, да, 4-х этажная альфа-кторная пирамида, именно, да, основные ноты это апельсин, торопка, эдельвейс и княженника. Очень приятный аромат, очень он мне нравится, я не могу сказать, что он какой-то, знаете, такой вот, вот, может быть, вы поняли в моем описании, что он такой легкий, непринужденный, да, то есть там, нет, он наполовину, да, то есть у меня не такой уж и слабый характер, да, все вы знаете, я люблю строить бизнес, я провожу и вебинары, и планерки, да, то есть я не совсем такой вот легкий человек, но он, вот этот аромат мне вторит тем, что он, вот он как я, да, то есть такой вот, да, золотая серединка, вот он мне нравится. Но вот если сравнить вот эти два аромата вместе, да, и еще поставить мой любимый портужур, которым я пользуюсь с самого начала, скорее всего, как зарегистрируюсь в компанию, я, по-моему, на второй или на третий каталог портужур заказала, да, вот пять лет назад, я не могу из них выбрать, который лучше, но я бы выбрала платину. Вот если бы мне сказали, вот какой ты из этих хочешь, и вот этот аромат будет целый год твой, интуитивно я бы выбрала платину, вот, не знаю, почему, я не могу сказать, потому что они мне одинаково все нравятся. Сказала вот такой вот кушон для лица с артикулом 61-68, это увлажняющий кушон для лица Ice All, компактное тональное средство с невестовым покрытием, кожа мгновенно преображается, приобретая красивое и естественное сияние кожи. Он идет 14 грамм, такой вот красивой упаковочке, я его заказываю второй раз, потому что он мне понравился в дороге, да, безумно понравился в дороге, и это средство мне действительно подошло, хотя вначале, помните, я распереживалась, что он очень желтый, но он подстраивается под цвет кожи, что тоже очень-очень приятно. Итак, нажимаем, открываем, тут у нас идет большое, очень удобное зеркало, далее вот такая вот губочка, мы ее нацепляем, да, то есть я им уже попользовалась только что, вот, мы ее нацепляем, эту губочку, и далее у нас идет открытие самого средства, и, так, вот эта пленочка, она отклеивается, выбрасывается, и вот он прям, знаете, желтый такой, и из-за этого кажется, что он может быть, то есть таким вот образом он набирается, да, что он может быть желтый, и смотрите, когда вы его наносите, он реально такой ярко-желтый, но у него идет хорошая перекрываемая способность, и таким образом потихонечку, когда вы его начинаете разносить, да, по лицу, везде, то есть наносить, он подстраивается под цвет кожи и практически ровно встает в тон кожи. Мне хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть, может быть, на треть тона, да, совсем немножечко, все-таки посветлее после того, как он подстраивается, но у меня есть пудра иллюминайзер, которая немножечко такая, слегка белесая, полупросвечивающая, и мне очень нравится именно то, что я могу в дороге, да, я могу в дороге этим средством быстренько себя покрыть, да, и мне не надо, вот, как вам даже сказать, мне не намучиться что-то делать у меня при себе зеркало, и смотрите, перекрывающая способность, наивеликолепнейшая. То есть это у меня получается такой дорожный вариант, возьми с собой, да, вот, смотрите, такой вот он у меня, пудра иллюминайзер, она идет полупросвечивающая, мерцающая вуаль, артикул 674, да, то есть я ее когда наношу поверху, то получается прямо идеально, да, и тот вот треть тона, которая недонастроилась, все, она становится идеальной, да, то есть он идет такой, видите, немножечко такой мерцающий, но это очень, если близко, прям супер-супер близко вам показать, так, давай-ка, концентрируйся, да, вот, если супер близко прям показать, то тогда вот видно вот это вот мерцание, а если честно, вживую его практически, да, вот видите, издалека его уже практически нет, да, вот на расстоянии уже ладошки, вот она, видите, ладошка, его уже нету абсолютно, и получается цвет гладкий, ровный, да, как вы видите, прямо небо и земля, да, и вот этим мне и понравился этот кушон, что я быстренько, допустим, я выхожу с поезда, я быстренько тяп-ляп, да, подкрасилась, он быстренько подстроился, я быстренько сверху эту пудрочку, и все, и у меня все отлично, я довольна этим средством, но если есть девушки еще белее меня кожей, то тогда это, конечно, не для вас, он не подстраивается до самого конца, да, напомню, артикул 6168, так, тут я так понимаю, открывается или нет, нет, тут не открывается, открывается только там, да, ну, тут все, видите, не по-русски написано, вот, и у меня была надежда, что этот кушон, да, как вы понимаете, он у нас достается, у меня была надежда, что он появится, ну, как сказать, сменная, да, сменная насадочка, а зеркало вот с этой с упаковочкой, оно уже останется, но не тут-то было, ничего не получилось, я так и не дождалась сменной насадки, мне пришлось целиком заказывать новое средство, может быть, в итоге, да, как вы видите, может быть, в итоге и будут вот такие вот сменные блоки, как у других производителей, да, и это было бы здорово, если бы сменный блок такой был, вот, но пока что сменного блока нет, и я заказала целиком вместе вот с этой с основной пластмасской, как он и должен идти, но для чего-то оно разбирается, скорее всего, сменный блок по логике должен быть. Ну, и последнее, это обычные салфетки, дом Фаберлик, я думаю, все вы такие салфетки брали, артикул 94-44, коллекция Снегири, но я считаю, что это под все подходит, без разницы, какая на улице погода, да, жара-не жара, салфетки не в Африке, салфетки, они такие тоненькие, однослойные, то есть обычные, даже, наверное, двухслойные, да, ну, обычные такие салфеточки, которые хорошо себя все впитывают, удобно, я их поставил упаковочку на стол, да, и классно, и здорово. Ну, все, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн, до встречи с вами в новых интересных видео, ну, конечно, если они для вас были интересными, ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень интересно, кто как любит эту воду, да, то есть, ну, и расстраивают очень часто комментарии, типа, о, класс, о чем вы говорите, или фу, не могу, мне не нравится, о чем вы говорите, то есть давайте с вами писать нормальные комментарии, чтобы мы с вами реально понимали, что о чем идет вообще речь, да, а то так вот, ну, непонятно порой бывает.